Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии продолжает расти. Врачи и эпидемиологи настоятельно просят жителей республики оставаться дома. Дезинфекционная обработка автобусов три раза в день. Весь общественный транспорт республиканской столицы подвергается дополнительным мерам санобработки. Выложите всю свою силу и весь свой негатив вот именно в это противостояние. Бессонница, эмоциональное истощение, что советуют психологи людям, находящихся на карантине. Совсем скоро начнется капитальный ремонт и реконструкция 10 детских школ искусств республики. Также большие изменения ждут и колледж культуры искусств имени Аслана Даурова. Тема по распространению коронавируса продолжает оставаться главной новостью. Какова эпидемиологическая обстановка в нашей республике? Сколько случаев заболевания выявлено за последние сутки? Какое лечение получают больные? Рассказали сегодня Министерство здравоохранения Карачаева-Черкесии. По состоянию на 22 апреля 2020 года выявлено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Итого, по нарастающим итогам, 133 случая. В инфекционном госпитале, организованном для больных новой коронавирусной инфекции, на стационарном лечении находится 38 человек. Состояние больных стабильное. Больные получают лечение необходимое. Остальные больные находятся на амбулаторном лечении. На амбулаторном этапе у нас остаются больные легкой степенью течения и с бессимптомным течением. Мы отмечаем ежедневный прирост в больных новых или выявленных случаев. Это связано с тем, что население не соблюдает режим самоизоляции. И в последние дни мы видим, что все новые выявленные пациенты, это люди, которые контактировали с больными, не зная, что они уже заражены. Это те люди, которые были в общественных местах, на каких-то общественных мероприятиях. Это свадьбы, это дни рождения, это другие мероприятия. Поэтому мы еще раз отмечаем, что и обращаем ваше внимание на то, что необходимо очень строго соблюдать режим самоизоляции. Мы не знаем, с кем мы будем контактировать на улице, в общественном месте, в том доме, куда мы ходим. Потому что сам человек этого может не знать. И уже он и сам может заболеть. Более того, он еще может заразить всех окружающих. В рамках противообидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции, весь общественный транспорт республиканской столицы с момента введения особого режима ежедневно подвергается дополнительным мерам санобработки, как и чем транспортники ведут свою борьбу с невидимым, но крайне опасным врагом человеческого здоровья, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкечев. В рамках требований оперативного штаба Карачаевой Черкесии руководство муниципального пассажирского автотранспортного предприятия номер один Черкеска в три раза сократило внутригородские рейсы. А межгород, как и по всей республике, на время особого режима закрыт и вовсе. Всех сотрудников предприятия допускают к работе после тщательного осмотра. С утра оценивают их общее состояние, измеряют температуру. Мы на сегодняшний день выпускаем согласованно с руководством города, транспортным отделом, от 8 до 10 единиц транспорта. Это на линии города. Две единицы, это тоже согласованы и с Мездравом, и с республиканским штабом. Это в Дружбу один рейс и в Псыш. Там много медиков, мы их собираем по утрам. Именно для медиков вот эти рейсы есть. Развозим по городу в определенных местах, высаживаем. Потом вечером в такой же последовательности их везем обратно. Во главе всего сейчас стоят меры по обеспечению максимальной безопасности граждан, передвигающихся на городском общественном транспорте. Дезинфекционную обработку автобусов сейчас производят три раза в день. Первая производится непосредственно перед утренним выездом. Затем идет полуденная, которая делается во время обеденного перерыва. А вечером по завершению смены уже идет обработка полов хлоросодержащими средствами. Из 120 человек коллектива на сегодняшний день на работе задействованы около 45 человек в смену. Это все естественно с сохранением заработной платы. В смену у нас кассир, механики, слесаря и человек 8-10, до 12 в зависимости от необходимости. Это водителей. Что производство просто не остановить. Они работают посменно. Два дня отдыхают и один день работают. Каждому водителю, заступающему на смену, выдаются латексные перчатки и пять медицинских масок из расчета, чтобы они их могли менять не реже, чем через каждые два часа. Также в арсенале каждого шофера имеются распылители дезинфицирующего средства, которыми они производят дополнительную обработку сидений и поручни на конечных остановках. Ахмар Халкищев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Изоляция – наиболее эффективный способ сдержать пандемию. В сложившейся ситуации люди, находясь на карантине, испытывают как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, бессонницу и эмоциональное истощение. Для того, чтобы справиться с уровнем тревоги, у людей практический психолог Зульфия Чекуева оказывает всем желающим бесплатную помощь в онлайн-режиме. Как вести себя в состоянии агрессии, как справиться с негативной информацией и что нужно делать в период пандемии, расскажет Альбина Ламкова. В период пандемии коронавируса в стране объявили самоизоляцию, а для ее нарушителей введены штрафы. Все эти действия, как и сама тема вируса, стала часто обсуждаться в сети. Каждодневно публикуются различные комментарии. А чтобы снизить информационную токсичность, лучше всего в этом случае доверять экспертам. Докторам, вирусологам и психотерапевтам. Для того, чтобы погасить агрессию, в психологии применяют различные приемы. Прежде чем что-то сказать, ну вот просто рука на руку и сильное давление. Вот прям вот выложите всю свою силу, весь свой негатив вот именно в это противостояние, в данном случае условное и символическое. Это тоже облегчит. Руки за шеей и точно так же посопротивляться. Вот эти простые упражнения можно за спинку стула взяться, как хотите. Да, но именно физическое давление и сопротивление в теле, когда вы почувствуете, это, ну я не скажу, что это прям вообще решение всех проблем. Это снизит однозначно вот то напряжение, которое вы испытываете. Человек, находясь в чрезмерно тревожном состоянии, теряет способность трезво мыслить. И поэтому поддаваться панике и выражать свои негативные эмоции, безусловно, не стоит. Сейчас не лучший момент для выплескивания и не лучший момент для глотания. Первое, это осознать. Но надо сказать, вот сейчас что-то происходит, что я очень сильно зол или зла. Да, вот мне прям настолько сейчас я себя чувствую не очень хорошо, что меня прям распирает на части. Вот проговорить для себя, чтобы вы понимали, что у вас это есть, значит, вы уже это не скушали и вам это не навредит. А дальше сказать, вот психолог говорил, а сейчас проверю, работает или нет. После выполнения вышеуказанных рекомендаций нужно найти для себя минут пять, сесть и расслабиться. Просто выровняйте свое дыхание и понаблюдайте за медленным вдохом и в два раза медленней выдох. Если у человека высокое артериальное давление, то не надо напрягаться при этом. Да, вот просто дышите спокойно, но выравнивая дыхание, через три минуты адреналин рассасывается в крови, говорят. Поэтому три-пять минут, если вы подышите, не 30 секунд и скажете, не помогло. Это тоже облегчит ваше состояние. Конечно, приемов и способов по стабилизации и борьбе с уровнем тревоги у людей множество. А как и когда их применять? Зульфия Чекуева консультирует всех желающих в онлайн-режиме бесплатно. К психологу можно обращаться с пяти до восьми вечера. А если не получилось дозвониться, то можно написать ватсап по номеру телефона 8 928 028 5771. Мы работаем со здоровыми людьми. Когда вы можете обратиться, по любому вопросу. Если вам хочется поговорить, я уже думала, может, назвать звонок другу. Вот просто хочется поделиться, поговорить или не справляетесь с какой-то ситуацией или со своими чувствами, эмоциями. Не стесняйтесь, лучше проговорить. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 градуса тепла. Местами до минус 9. Днем плюс 8, плюс 13 градусов. В горах минус 1, плюс 4. В Черкесии ночью утром небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до минус 1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 13. В северных и центральных районах ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе до минус 5. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-деки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через Доснову. Еще в 2019 году по опоручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова был проведен мониторинг состояния учебных заведений дополнительного образования Министерства культуры Республики. О их 28, рассказывает руководитель ведомства Рамазан Бароков. Детально изучив состояние всех объектов, комиссия отобрала те, которые особо нуждаются в ремонте. «Определены 10 наших учебных заведений. Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на сегодняшний день подписано. Они определены. И мы уже дали поручение муниципальным образованиям проводить все конкурсные процедуры, чтобы начать быстрее для того, чтобы учебный год не сорвать для наших учебных заведений». Все работы по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств проходят в рамках реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей и реализации мероприятий молодежной политики Государственной программы России развития образования. «На сегодняшний день все процедуры определены. Сегодня идут работы по подготовке и началу ремонтных работ». «Вот как завершится документальная часть работы и карантин как пройдет, начнутся?» «Нет, карантин нам не мешает. Строительные работы будут начинаться. Думаю, что в течение 10-15 дней завершатся эти все процедуры и мы начнем ремонт». «Глобальные изменения ждут и колледж культуры и искусств имени Аслана Даурова. По поручению главы республики в 2011 году была заменена крыша здания, а теперь здесь проведут реконструкцию. Планируется при колледже открытие в виртуальный концертный зал. Как рассказал министр культуры Рамазан Баруков, капитальный ремонт будет произведен в восьми учебных заведениях дополнительного образования в различных городах и районах республики. А в детских школах искусств, по улапсежи города Черкеска будет проведена реконструкция. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Телеканал «Россия» продолжает акцию «Флэшмоб» в социальных сетях «Россия танцуй дома». Каждый может почувствовать себя на месте звезды. Учат страну профессиональный хореограф и участники шоу «Танцы со звездами». По хэштегу «Россия танцуй дома» во всех популярных социальных сетях и на сайте каждую неделю публикуются танцевальные видеоуроки. Правила просты. Запоминайте движения, записывайте видео своего танца и публикуйте в своих социальных сетях с хэштегом «Россия танцуй дома». Лучшее видео вы увидите в эфире нашего телеканала, программе «Прямой эфир». А еще по итогам каждой недели редакция сайта отбирает 10 лучших видео, и пользователи могут проголосовать за того, кто достоин побороться за главный приз – оказаться в финальной программе «Танцы со звездами». А также у каждого есть возможность получить подарки от спонсора танцевальной школы «Галла Дэнс». Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина, вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР, одна из самых известных личностей 20 века. К деятельности Ленина сегодня можно относиться по-разному, но невозможно отрицать то, что без Владимира Ульянова история нашей страны сложилась бы совсем по-другому. И даже сегодня в современной России более 5000 улиц в разных городах носят его имя. Но это уже история большой страны, и одна из ее вехт животрепещущей описана в фильме «Зулиха открывает глаза». Сегодня нас ждет развязка этой драматической истории. Сможет ли найти свое счастье вдали от дома Зулиха? Итак, прямо сейчас финальная серия фильма. Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова